Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Кристина Алексеева. Сегодня поговорим о компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для льготников. Какие еще меры социальной поддержки существуют и что нужно для их получения, расскажет Евгения Буянова, начальника дела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Евгения Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть сегодня в студии. Тема, как никогда, актуальная. Мне кажется, всегда и во все времена задавались вопросы по оплате коммунальных услуг. Какие-то возникают вопросы. Здорово, что сегодня мы на многие из них ответим. И я думаю, что они помогут нашим зрителям. И первый вопрос из последних новостей. Мы знаем, что правительством Российской Федерации принято решение о дополнительном делении между субъектами Российской Федерации с 7,5 миллиардов рублей. Это на предоставление мер социальной поддержки по жилищно-коммунальных услугам. Это о каких мерах соцподдержки идет речь? Речь идет о финансировании компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам. Этим категориям гражданам, таким как инвалиды, затем ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны или лица, подвергшиеся радиации в соответствии с федеральным законодательством, предоставляется эта компенсация за счет средств федерального бюджета. Предоставляется эта компенсация в размере 50% платы за жилищно-коммунальные услуги. В текущем году именно для этой категории, для выполнения всех социальных обязательств и исполнения переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению компенсации на ЖКО, Ставропольскому краю было выделено 1 миллиард 970 миллионов. Но с учетом определенного времени освоения бюджетных средств, мы как министерство поняли, что этих средств недостаточно для того, чтобы в текущем году закрыть все выплаты льготникам. Поэтому с соответствующей просьбой обратились в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотреть нашу просьбу об увеличении финансирования на эти цели. Естественно, нас услышали, было принято распоряжение правительства Российской Федерации, в результате которого Ставропольскому краю дополнительно на предоставление компенсации на ЖКО выделено 93,4 миллиона рублей. Сколько у таких человек, льготников, получат компенсации на ЖКО у нас в крае? Таких льготников около 158 тысяч. Это 72% от общего числа получателей всех мер социальной поддержки в Ставропольском крае. То есть, как бы этот показатель говорит о том, что именно эта компенсация является наиболее массовой, наиболее востребованной у жителей Ставропольского края. В чем заключается суть этой компенсации? Компенсация – это возмещение понесенных расходов. Изначально по жилищному законодательству потребитель ЖКО в установленное время, обычно это до 10 числа каждого месяца, осуществляет внесение оплаты за ЖКО в полном объеме. И затем, по результатам этого события, ему возмещаются расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг именно в том объеме, какой предусмотрен для каждой льготной категории каждым федеральным законом. То есть, размещение. Вы сказали, что федеральные льготники получат компенсацию на ЖКО в размере 50% от установленной платы. Означает ли это, что размер компенсации у всех одинаков? Или бывают отличия? Безусловно, из всех пяти федеральных законов видно, что возмещение понесенных расходов оно для всех категорий льготников одинаковое. Это 50% платы за жилищно-коммунальные услуги. Вместе с тем, сказать о том, что размер получаемой компенсации на ЖКО каждым льготникам одинаков, нет. Во-первых, каждым федеральным законом для каждой категории льготников предусмотрен свой объем мер социальной поддержки. То есть, там прямо указано, какие виды жилищно-коммунальных услуг подлежат возмещению в размере 50%. Затем необходимо смотреть, распространяется ли эта льгота на самого льготника. Она может также распространяться на членов его семьи. Затем на сам размер компенсации большое влияние оказывает вид жилого помещения, на которое предоставляется компенсация на ЖКО. Относится ли это жилое помещение к государственному, муниципальному, жилищному фонду? В собственности ли это жилое помещение, либо приватизировано? Кроме того, необходимо понимать, что у каждого гражданина есть свой объем потребляемых им жилищно-коммунальных услуг. Плюс на размер компенсации также влияют нормативы потребления, тарифы. Зависит компенсация от количества зарегистрированных граждан в этом жилом помещении, от площади жилого помещения. То есть, исходя из совокупности всех этих показателей, явствует, что размер у каждого льготника индивидуален и зависит от конкретного, присущего ему набора характеристик. Чем подтверждают у льготники это право на получение такой компенсации? Что касается ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, лиц, подвергшихся воздействию радиации, то реализация права на получение компенсации на ЖКО осуществляется именно на основании удостоверения. Эти удостоверения выдаются в соответствии с федеральным законодательством, они в одинаковом порядке для всех категорий граждан на территории России выдаются одинаково. И предъявляя это удостоверение, мы видим, что у гражданина есть право на компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Что касается инвалидов, в данном случае сведения о наличии инвалидности и, соответственно, подтверждении права на компенсацию на ЖКО, мы видим из федерального реестра инвалидов, в котором как раз-таки содержится сведение об восстановлении гражданину инвалидности. Но я хотела бы сказать, что предъявляя исключительно один из документов удостоверения, либо говоря о том, что ты инвалид, и эту информацию органы соцзащиты проверяют самостоятельно в федеральном реестре инвалидов, и заявив это и представив удостоверение, это еще не означает, что решение будет принято положительное. То есть есть еще перечень документов, которые представляются лично гражданином, запрашиваются органам соцзащиты в порядке межведомственного взаимодействия. Это для того, чтобы правильно рассчитать гражданину компенсацию с учетом вот тех показателей, о которых я говорила ранее. Вот все эти показатели, они подтверждаются документально. И в совокупности этих показателей рассчитывается размер компенсации на ЖКО. Ну, вроде бы все так вот понятно, точно, и мне кажется, если вопросы возникают, то обратившись, позвонив даже на какой-то номер, наверняка быстро находят ответы на вопросы наши граждане. Безусловно. То есть любую информацию или какой-то пробел, да, или вообще если гражданин не владеет информацией о том, есть ли у него это право, в каком объеме эта компенсация может быть предоставлена, можно позвонить как орган соцзащиты, в МФЦ по месту проживания, в министерство. На сайтах как администрации муниципальных образований, так и на сайте министерства имеется вся необходимая информация. В Крае это единственная мера соцподдержки по оплате ЖКО или нет? Нет. В Крае, можно сказать, есть система этих мер. Помимо этой компенсации, я бы еще назвала две компенсации краевые. Это компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт и дополнительная компенсация расходов по оплате ЖКО ветеранам Великой Отечественной войны. Плюс еще одна мера, но она не компенсирующего характера, а, будем так говорить, авансовая выплата. Это субсидия на оплату жилого помещения, коммунальных услуг. Именно тоже вот этой меры жители Ставропольского края могут воспользоваться в качестве помощи при оплате жилищно-коммунальных услуг. Мы сейчас подробнее на каждой остановимся. Вот с первой компенсации начнем. Вы сказали, это на оплату за капитальный ремонт. Вот она кому предоставляется, кто имеет на нее право, какие там нужны документы, подробности. Эта компенсация предоставляется неработающим собственникам квартир в многоквартирных домах, расположенных в Ставропольском крае. При этом предоставляется собственникам квартир, достигшим возраста 70 лет и старше. Они не должны работать. Они предоставляются при условии, если собственник, достигший возраста 70 лет, проживает одиноко, либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров и инвалидов первой и второй группы. Обратиться тоже можно по месту проживания. Представляется достаточно минимальный пакет документов. Это заявление обязательно, как и любая государственная услуга. Она предоставления компенсации носит заявительный характер. Документ, подтверждающий возраст, наличие обязанностей по уплате взноса, наличие собственности. Чтобы получить эту компенсацию, правильно ли я понимаю, гражданин должен исправно оплачивать взносы на капитальный ремонт, чтобы потом ему возвращалось? То есть только в этом случае? Принцип компенсации, как и в отношении компенсации для федеральных льготников, он одинаков. То есть здесь точно такой же механизм. Оплатил, получил. А размер какой? Размер компенсации взноса на капремонт, он дифференцированный и зависит от возраста. Если собственник в возрасте от 70 до 80 лет, то ему возмещается 50% расходов по уплате взноса. Если же собственник достиг возраста 80 лет и старше, то ему возмещается 100% расходов по уплате взноса. Но тоже хочу отметить, размер компенсации, он зависит как от количества проживающих собственникам граждан в этом жилом помещении, от наличия лифтового оборудования, от размера взноса, от доли в праве собственности. То ли это собственность, то ли какая это доля. Исходя из этого, исчисляется, соответственно, 50 и 100% расходов по уплате взноса. Ну, в общем, как и в любой другой компенсации, здесь все же такой индивидуальный подход, конкретная ситуация получается. Если там соответствие каким-то нормам, то вот, то есть не у всех одинаково в зависимости от условий. Не у всех, да. То есть берется определенная жизненная ситуация, характеристика жилого помещения, других видов благоустройств. И все это учитывается при определении размера. Евгения Ивановна, с апреля 2020 года в Ставропольском крае по инициативе губернатора инвалиды, участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашизма освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Давайте разберемся, что это означает. Эти категории граждан совсем не должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги? Или как работает эта система? Нет. На сегодняшний день в жилищном кодексе нет такой нормы, которая бы освободила какую-либо категорию от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Действует единое правило. Гражданин до 10 числа оплачивает жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. Ну и затем, если имеет право на какие-то меры социальной поддержки, соответственно, их получает. Механизм освобождения ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма следующий. Они являются федеральными льготниками. Им за счет средств федерального бюджета компенсируется 50% платы за жилищно-коммунальные услуги. Оставшиеся 50% возмещаются из средств краевого бюджета. Получая одновременно два вида компенсации, мы таким образом возмещаем полностью им все расходы и таким образом освобождаем их от оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Вот такой механизм освобождения этой категории граждан от оплаты жилищно-коммунальных услуг. То есть, опять-таки, здесь нужно заплатить, после получить, конечно, исправно. А про субсидии на ЖКУ. Это что за выплата? Кто имеет на нее право? Чем она отличается от компенсации? Вот вы уже сказали, здесь как бы такой авансовый подход. В чем он заключается? Право на субсидию имеет любой гражданин, любая семья, которая находится в трудном материальном положении, имеет низкий уровень дохода. Но есть одно единое правило, что можно воспользоваться субсидией только в том случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи. Правом по подаче заявления на субсидию владеют только собственники, квартиры, части квартиры дома, жилого дома, пользователи жилых помещений муниципального государственного жилого фонда. Это наниматели жилых помещений в частном жилищном фонде, либо это члены жилищно-строительных кооперативов. Эти субсидии предоставляются по месту постоянного проживания вот этих категорий граждан, назначаются как на самого собственника, так и на членов семьи, которые зарегистрированы и проживают с ним в этом жилом помещении. Разница компенсации субсидий заключается в том, что мы даем гражданину денежные средства в виде субсидий до возникновения обязанности внести плату за жилищно-коммунальные услуги. То есть до первого числа мы перечисляем, доставляем почтой или на лицевой счет открытой кредитной организации. Гражданин берет эти денежные средства и за счет полученных денежных средств вносит плату за жилищно-коммунальные услуги. То есть мы как бы авансируем, предвосхищаем выполнение обязанности. И сами граждане уже оплачивают из полученных средств. Ну, а вот здесь, если тут тоже в зависимости от каких-то особенностей каждой семьи, то, например, тот факт, что семья или малоимущая, или многодетная, это как-то сказывается? На сумме, что касается многодетности, то здесь каких-либо отдельных условий или отдельных подходов, или норм нет. Вот что касается малоимущих семей, то в данном случае для них предусмотрена дополнительная социальная гарантия. Она заключается в том, что максимально допустимая доля, которая установлена у нас в крае в размере 22% и относительно которой оценивается право на субсидию, она для них понижается. И причем значительно меньше эта величина, примерно где-то составляет не 22%, а около 13%. Это влияет как на право, так и на размер предоставляемой субсидии. Но хочу сказать, что вот чем, как уменьшается? Она уменьшается, эта величина, за счет поправочного коэффициента. И поэтому поправочный коэффициент, опять же, у каждой семьи разный. Почему? Потому что поправочный коэффициент это отношение среднедушевого дохода семьи к величине прожиточного минимума. А это индивидуальные особенности каждой семьи. То есть доход, потом состав качественных членов семьи, родители, дети, пенсионеры. Поэтому все это сугубо индивидуально. Что хочу сказать, что в общем числе получателей субсидий порядка 58% это малоимущие граждане. Поэтому вот именно для этой категории семей, конечно же, получение субсидий – это ощутимая поддержка государства. Сколько можно раз обращаться за получением субсидий? Имеет ли она установленный срок? Меняется ли, может быть, когда и условия семьи меняются? Или в другом случае? Субсидия назначается изначально на 6 месяцев. Затем, если сохраняется трудное материальное положение, ну в общем, будем так говорить, то прежнее состояние, с которым ранее семья обращалась за предоставлением субсидий, можно еще раз обратиться за субсидией. Причем количество таких обращений действующим законодательством не ограничено. То есть сохраняется трудное материальное положение. Пожалуйста, обращайтесь в орган соцзащиты с заявлением на очередной период. Очередной период – это те же 6 месяцев. То есть каждые 6 месяцев. Ну, не бывает, конечно, здесь, наверное, без таких спорных ситуаций. Вот, например, семья получила субсидию, еще не оплатила, до срока не подошел оплата. И может ли она потратить все эти средства на покупку лекарств, продуктов, одежды? Как регламентируются вот эти моменты? То, что полученная субсидия должна конкретно покрывать именно оплату ЖКУ? Целевой характер субсидий, он прямо предусмотрен в жилищном кодексе. Там четко прописано, что субсидия предоставляется на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. То есть потратить ее на какие-либо другие цели не представляется возможным. Почему? Потому что в правилах четко прописано, что размер предоставленной субсидии должен быть равен размеру фактических расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые органы соцзащиты видят из квитанции, представляемых гражданами. То есть они проводят сверку расходов, смотрят, сколько за 6 месяцев выплачено гражданину субсидию, сверяют, какова сумма расходов по квитанциям за этот же период. И, соответственно, если... То есть однозначно мы проверяем целевое использование на основе квитанции, и вдруг, если идет какое-то... Мы видим, что вдруг субсидия выплачена больше, нежели сложилась сумма расходов фактически по оплате жилищно-коммунальных услуг, мы этот излишек забираем. Почему? Потому что это субсидия, это безвозмездная материальная помощь на оплату. То есть размер субсидии равен фактическим расходам на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть от целевого использования никуда не уйти. Бывали ли такие случаи, что в ситуациях, когда неправильно, не по целевому назначению использовали средства, приходилось отказывать в дальнейшей выплате субсидий? Обычно эта сверка, как я ее назвала, она осуществляется по завершении 6 месяцев. То есть из того периода, на который она назначена. В правилах, которые регулируют механизм предоставления субсидий, четко прописано, что завершился 6-месячный срок, гражданин приносит квитанции, орган судзащиты делает сверочку. И, значит, если видят, что мы выплатили какую-то сумму сверхфактических расходов, то мы предлагаем в добровольном порядке вернуть эти денежные средства. Если у гражданина есть право на субсидию на очередной период, будем также удерживать в счет текущих выплат. Если же гражданин права не имеет или отказывается, то тогда в судебном порядке все равно вот этот излишек, вот это превышение возвращается в бюджет Ставропольского края. Если гражданин, допустим, сегодня просмотрев нашу программу, понимает, что он может рассчитывать на какую-то меру поддержки, еще ее не получал, где ему получить точную информацию, посмотреть, почитать, куда обратиться, какой перечень документов? Ну, как мы уже ранее сказали, это звонок, это сайт. То есть можно использовать любую возможность, как через орган судзащиты, через МФЦ, так и сайты министерства, администрации. В любом удобном порядке, способе можно узнать эту информацию. Ну, вот сама работа по информированию населения о том, что существуют такие меры поддержки ведется? Ну, как минимум, в сегодняшней нашей беседе это тоже информирование? Да, да. Таким образом мы доводим до населения, как посредством участия в таких вот передачах, мы стараемся рассказать. Мы постоянно на сайте размещаем информацию, обновляем, если вдруг что-то происходит. Соответственно, органы судзащиты, которые именно предоставляют на месте эту услугу, они проводят аналогичную работу. Если органы судзащиты проводят какие-то районные, городские мероприятия, выездные приемы в населенные пункты, обязательно в данном случае проводится разъяснительная работа при осуществлении этих мероприятий. В таких вот наиболее посещаемых местах населением, ну, будь то, допустим, банки, поликлиники, размещаются и распространяются объявления, листовки, в которых содержится информация о порядке предоставления мер социальной поддержки. Ну, я так понимаю, что в этом случае вопросов много не возникает. Если такая ведется регулярная положительная работа, то всегда исправно получают свои суммы. Надеюсь, в таких ситуациях, когда ведут себя, ну, как бы отрицательно по отношению к закону, к законодательству, граждане таких случаев становится все меньше и меньше. Все же осознанных, наверное, граждан у нас больше в крае. Безусловно, все понимают, что необходимо соблюдать платежную дисциплину. Но взамен этого можно получить государственную поддержку в виде компенсаций и субсидий. А вот с какими вопросами, помимо того, что где можно ознакомиться с порядком, какие документы принести, чаще всего звонят граждане? Ну, особенно, наверное, такие категории, как пожилые, в возрасте у которых нет такого доступа к информационным системам. В основном такая категория обращается посредством телефонной связи. Конечно, они где-то, вот в том числе, я хочу сказать, что и просмотрев какую-то передачу, работает такой своеобразный телефонный, ну, сарафанное радио. Где-то кто-то услышал, поделились друг с другом по каким-то каналам, вот, но не совсем поняли, потому что не увидели передачу. Звонят, уточняют информацию. А есть ли у меня право? При консультировании мы в обязательном порядке спрашиваем у граждан все те обстоятельства, о всех тех обстоятельствах, которые влияют на его право и на определение размера той или иной меры социальной поддержки. То есть в ходе телефонного разговора уже оценивается возможность получения гражданином той или иной меры социальной поддержки. Также мы рекомендуем, куда ему удобнее, каким способом обратиться, либо подать документы. Говорим о том, какой перечень документов. То есть вопрос, право, размер, перечень документов и куда можно обратиться с этими документами или куда можно подать заявление. Но бывали ли случаи, что приходилось уже когда на этапе того, что человек пришел в органы соцзащиты, уже готовы документы, а вот нашлась какая-то справка, приходилось отказывать. То есть невнимательность, наверное, самого гражданина по каким-то аспектам. Конечно, бывают такие ситуации. То есть когда человек обращается в орган соцзащиты, подает заявление. Есть, как в каждой мере социальной поддержки, перечень документов личного характера, которые представляет гражданин самостоятельно, а затем перечень сведений, которые запрашивает орган соцзащиты и в порядке межведомственного взаимодействия. Когда в совокупности орган соцзащиты рассматривает этот пакет документов, конечно же, могут выясниться обстоятельства, которые противоречат друг другу. Потому что, допустим, в заявлении гражданин указал один состав семьи, а мы запросили в порядке межведомственного взаимодействия эту информацию, и видим, что там иной состав семьи. Это является основанием для отказа. Поэтому принимаются соответствующие решения, о которым уведомляется гражданин. Но это, я хочу сказать, не исключает его право на повторное обращение. Если вот те моменты, по которым мы гражданину отказали, он исправляет, он имеет право опять подать заявление, и если все благополучно складывается, принимается положительное решение. Можно в любой период кода подать? Или есть какие-то сроки, когда нужно обращаться? Или вот в этом месяце, в следующем? Вот как только появляется? Вот когда появляется... Вот что касается компенсации, то реализация права возможна сразу после получения удостоверения. Это для федеральных льготников, для ветерана Великой Отечественной войны, которые получают дополнительную компенсацию на ЖКУ. То есть есть удостоверение, проживают в жилом помещении, потребляют жилищно-коммунальные услуги. Пожалуйста, обращаемся в орган соцзащиты, подаем заявление. Что касается субсидии, то в принципе оценку права на субсидию, то есть сопоставление уровня расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, гражданин может в принципе оценить самостоятельно по фактической квитанции. Дополнительно уже уточнить, стоит ли подавать заявление, собирать пакет документов, можно обратившись в орган соцзащиты по месту проживания. Сколько чаще всего проходит времени с момента подачи заявления, предоставления всех документов, все положительно, до момента получения первой компенсации или субсидии? Значит, решение о назначении принимается в течение 10 рабочих дней. Это для всех мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если складывается идеальная ситуация, то есть вовремя пришли ответы, полученные из СМЭВа, по системе межведомственного взаимодействия, это 10 рабочих дней. Выплата осуществляется в месяце, в следующем за месяц принятие решения. То есть, дело в том, что когда мы формируем выплату или предполагаем формирование выплаты на следующий месяц, мы исходим из того количества получателей, которые есть на дату формирования заявки. Поэтому заявляем определенную сумму денег на действующих получателей. Спасибо большое, Евгения Ивановна, за подробный ответ. Все стало понятно, ясно. Мы вам желаем успехов в работе, чтобы все у вас получалось. С хорошими результатами будем ждать вновь в студии. До свидания. У нас в гостях сегодня была Евгения Буянова, начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». С вами была Кристина Алексеева. Не переключайтесь и оставайтесь на своем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова